На улицах Билибина появились лоси и медведи. В городе Атомщиков завершилось строительство необычной зоны отдыха в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Местный художник добавил красок родным улицам. Подробности у наших коллег из Билибинской студии телевидения. К комфорту городская среда заполярного города Билибина стремится с 2018 года. Началось все со строительства спортивного комплекса «Луч». На сегодняшний день в городе Атомщиков возведено более 10 детских и спортивных площадок. А на этом самом месте, где простоял в аварийном состоянии бассейн «Нептун», за лето возвели новую точку притяжения для людей с настрелянцами в виде медведя и лося в их натуральную величину. Проект был реализован в рамках формирования комфортной городской среды. Общая площадь новой благоустроенной зоны составляет порядка 300 квадратных метров. На ней по периметру расположилась велодорожка из специального травмбезопасного покрытия. Установлены детские качели, горка, лавочки, современное осветительное оборудование. Подрядчиками выступило сразу две компании. На обустройство территории ушло почти два года, учитывая стадию демонтажа бассейна «Нептун», который на протяжении 25 лет находился в аварийном состоянии. Наконец-то мы снесли, сделали большую, красивую, благоустроенную зону. На этом месте мы запроектировали, установили три детские площадки для различных возрастных групп детей. Проложили тротуарные дорожки, лавочки, современное освещение. Установлены также малоархитектурные формы. Эта территория смотрится вдвойне красивее. На ней установлен большой уличный экран, который со всех сторон видно проходящим жителям. Экран приобретен на средства концерна «Росэнергоатом», который ежегодно выделяет финансовую поддержку муниципальным предприятиям для развития различных проектов. На экране уже транслируются видеоролики с историческими сводками района и региона, афиши, объявления и авторские фотографии этого красивого края. Скейтпарт, который уже летом вовсю функционировал, приобретает новый вид. Местный художник Максим Мартюшев начал разрисовать рампы, придавая им совершенно другой вид. С его художествами в Билибино уже знакомы жители. Несколько трансформаторных подстанций благодаря таланту этого молодого человека стали украшением города. По словам Максима, администрация содействует такому решению. Более того, готова финансировать данный проект. Нахожу какую-нибудь интересную картинку и понимаю, что, блин, было бы неплохо что-нибудь такое изобразить у нас. Я сейчас просто беру либо эту картинку целиком, либо немножечко ее модернизирую, и таким образом они у нас и изображаются. Все началось в 2021 году. Администрация изъявила желание облагородить город и сделать это каким-нибудь более креативным способом, чем нежели просто закрасить все каким-нибудь ярким цветом. К сожалению, не все задуманное удается реализовать в заданные сроки. Удаленность региона, сложная логистика, короткий летний период, который благоприятен для данных видов работ, все это препятствует развитию комфортной среды. Но даже сейчас люди, приехавшие сюда из центральных районов страны, с большим восхищением отзываются об этом маленьком городе. Мне все нравится. Украшения, город маленький, уютный, беленький. Не знаю, у меня все только положительно, честно. Даже если учесть, что я приехала из Москвы, и там все это очень красочно, то, в принципе, мне нравится. Также в рамках проекта «Тысяча дворов» облагородили зону в микроюле Восточной, отремонтировали дорожное полотно по улице 30 лет Советской Чукотки, а уже на следующий год в городе приступят к благоустройству еще одной зоны на данном поле. Владимир Петровский, Николай Корчагин, Вести, Чукотка, Билибина.